Всем привет! Вот мы начинаем наш новый садовый лог. Как видите, у нас здесь уже рассада порассаживалась. Здесь у нас добавились дыни. Я пересадила баклажаны. И вот они наши огромные кабачки. Сейчас мы кабачки будем сажать уже в открытый грунт. Вы там можете увидеть на заднем плане вот эта большая длина, это грядка, куда мы сейчас будем это все сажать. Точнее, я думаю, не все. А часть мы посадим, потому что боюсь, что может не прижиться. Хотя на самом деле уже на этих кабачках, если приглядеться, видите, они уже скоро начнут просто тупо цвести. И здесь их держать уже просто не имеет смысла, а надо высаживать в открытый грунт. Этим мы сейчас и будем заниматься. А на втором окошке у нас, как видите, опять-таки патиссоны и тыквы. Но они еще вроде бы могут жить здесь. Они еще не такие большие, но хотят тоже в скором времени их нужно будет пересаживать в открытый грунт. Показать. Муж купил у меня, смотрите, какие розочки. У меня теперь есть две плетистых вот таких роз. Мы будем их сажать к туям, где у нас уже две посажены плетистые розы. Еще у нас есть теперь две чайно-гибридные розы. Тоже покажу попозже, когда мы их будем сажать. И муж у меня из дома забрал вот эти вот мои розочки, которые тоже, в принципе, можно сажать в открытый грунт. А также их можно держать просто в домашних условиях. Они у меня практически умерли. Как видите, я их обкарнала здесь так капитальненько. И теперь у меня здесь уже новые листики выросли за неделю, и они уже ожили. Но их я еще думаю, будем сажать в открытый грунт или нет. Также у меня есть еще одна розочка, которую мы дарили тете Сашиной на 8 марта. Это точно такая же, как предыдущая, я вам сейчас показывала. Она у нее более, как видите, уже такая разросшаяся, потому что она всегда не ухаживала. Пока мы были две недели на даче, первый, точнее, период самоизоляции, наши почти уже накрылись. Вот, а эта розочка вообще отличная, и ее мы точно будем сажать в открытый грунт. И тоже позже покажу, куда. В общем, вот это все мы сейчас будем с вами сажать. Верхний ряд, как видите, это все кабачки у нас, и это тыква. Но это не все тыква, это то, что мы сейчас будем сажать. Самую развитую рассаду будем сажать, а кабачки мы будем абсолютно все сажать, потому что на них уже, как вы видели в начале видео, просто на некоторых уже цветы образуются, а это значит, скоро будут завязи. Так что пожелайте нам удачи, мы пошли сажать, и потом в конце покажу, что из этого нужно. Ребят, вот мы посадили кабачки. Также мы успели посадить уже патиссоны, тыквы. Вот так выглядят наши грядки. И у нас погода испортилась, и мы успели с мужем посадить добрую. Продолжаю читать книгу. Уже первую часть «Спаси меня» прочитала Мона Костейн. Сейчас перешла ко второй части «Спаси себя». И я уже вот на 94-й странице. Вчера, на самом деле, даже ночью не спала, дочитала первую часть. И решила начать читать вторую. Вот так что очень залипательная книга. На самом деле, если начинаешь читать, то остановиться от чтения вообще невозможно. Вот пока не прочитаешь столько, сколько сможешь, или пока у тебя тупо глаза не заболят, то не оторвешься от нее. Классная книжка. Обязательно советую прочитать, если вы еще не прочитали. Очень крутой сюжет, очень интересные герои, очень классные у них эмоции, и реально круто. Вот так сейчас у меня муж сделал тепличку этим всем нашим малышам рассадам. Там сейчас у нас кабачки, здесь патиссоны, и там дальше у нас тыква. И выглядит это все сейчас вот таким вот образом. Вот, довольно неплохо. Надеюсь, хоть что-то из того, что мы посадили, у нас вырастет. Потому что, еще раз говорю, я садовод-любитель, и точно не знаю, как это делать. Но все познается с опытом, все познается методом проб и ошибок. Так что, надеюсь, вам понравился такой мини-влог, потому что сегодня у нас было времени на это мало. И увидимся в следующих видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok